Всем привет! С вами Наташа Беларусь и я рада видеть вас на своем канале. Девчонки, я сегодня перед вами полностью без макияжа. Как вы прекрасно наверняка догадались по названию, что мы сейчас с вами будем тестировать минеральную косметику, сухую тональную основу, сухой консилер и так далее, для того, чтобы не быть голословной. Именно поэтому я полностью без макияжа. Сейчас мы с вами все это дело будем наносить на мое лицо и вы сами прекрасно увидите, как эта косметика работает. Для начала, девчонки, давайте немножко разберемся, что же такое минеральная косметика. Мне на самом деле было очень интересно попробовать минеральную косметику, да. Мне было интересно посмотреть, как работает сухая тональная основа, как наносится и как маскирует сухой консилер. Это на самом деле очень интересно. Я надеюсь, что вам будет точно так же интересна эта тема. И для начала, девчонки, что же такое минеральная косметика? Девочки, дело в том, что надо четко понимать, что есть косметика с добавлениями минералов и есть минеральная косметика. Иногда марки не до конца договаривают, то есть они пишут, что они минеральная косметика, но на самом деле, что это косметика именно с добавлениями минералов, а есть именно минеральная косметика. Девчонки, мы сегодня с вами будем рассматривать именно минеральную косметику на примере бренда Crystal Minerals, это российский бренд, и изучать именно ее мы будем, что такое минеральная косметика. Как вы прекрасно понимаете, по названию это косметика, которая состоит полностью из минералов. На примере, вот допустим, тональной основы, во-первых, составы у такой косметики всегда супер простые, там всегда, я не знаю, 5-6 компонентов, из чего состоит эта косметика. Во-вторых, минералы не вредны для кожи, то есть это та косметика, это натуральная косметика, то есть минералы это натуральные вещества, которые не приносят вред вашей коже. Плюс, девчонки, вот смотрите, допустим, здесь вот у нас состав, сейчас вот скажу вам, сколько компонентов, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 компонентов у нас в тональной основе. Это действительно мало, потому что наверняка вы видели, когда в жидкой тональной основе поворачиваете баночку, а там у нас просто такой вот огромнейший список, меленько-меленько написано и вообще не понимаешь, что же так. Когда минеральная косметика, она не содержит в своем составе спиртов, минеральных масел, павов, мягких, жестких, плюс вся эта косметика, как я уже сказала, сухая, она не требует консервантов. Консерванты это одна из самых вредностей для кожи, то есть то, что заставляет вашу тональную основу, собственно говоря, не портиться, не плесневеть, не расслаиваться в течение нескольких лет, грубо говоря. Сухая косметика таких консервантов не требует, за счет чего у нее очень простые составы. Также плюсом к тому, что, во-первых, мы уже прекрасно поняли, что такая косметика не забывает поры, она не действует губительно на вашу кожу, не разрушает наш верхний липидный, собственно говоря, защитный барьерный слой кожи. Плюс, девчонки, в такой косметике, допустим, вот тональная основа, здесь у нас диоксид титана плюс оксид цинка. Вы все прекрасно уже наверняка знаете, что это физический фактор защиты от солнца и прекрасно знаете, что физический фактор защиты от солнца значительно лучше, чем химический. То есть получается, что это уже еще и уход. В таких тональных основах здесь у нас еще и цинк. Цинк точно так же подсушивает воспаление, предотвращает эти высыпания на вашей коже. Допустим, здесь у нас на последнем месте и алатаин. Если вам интересно, в общем, почитайте, алатаин тоже это полезный минерал для вашей кожи. То есть получается, что минеральная косметика, она не действует губительно на вашу кожу, да и плюс к тому, она улучшает качество вашей кожи. Давайте, девчонки, все это дело тестировать и, собственно говоря, разберемся, как же нужно пользоваться этой косметикой. У меня тональная основа приходит. Она вот в такой вот упаковочке и это матовая тональная основа. На лето меня заинтересовала именно матовая. В Crystal Mini представлены несколько вариантов. Там есть сатиновый финиш для проблемной кожи. И я взяла для себя оттенок NL2. Внутри у нас достаточно приятный лаконичный тюбик, баночка. Здесь у нас 15 грамм тональной основы. И для этой тональной основы я взяла себе от Crystal Minerals и кисточку. Девочки, я в восторге от этой кисти. Я уже ими пользуюсь. Она очень мягкая. Это синтетическая кисть номер F03. Замечательная факелообразная кисточка. Очень мягкая синтетика. Лучше всего минеральную косметику наносить вот такими вот ими же кисточками от своего же бренда. Далее открываем тональную основу. Вот так вот она у нас внутри выглядит. Она у меня уже вскрыта. На крышечке у меня более чем большое количество этой тональной основы. Высыпаем небольшое количество тональной основы в крышечку. И вырабатываем продукт в наш с вами кисть. Круговыми движениями. У меня здесь даже много. Такого количества нам не нужно. Поэтому я буду вырабатывать здесь вот с одной стороны. Для того, чтобы основа ложилась хорошо. Прежде чем наносить минеральную тональную основу, кожа должна быть подготовлена. Что значит кожа подготовлена? Девчонки, кожа должна быть хорошо увлажнена. То есть вы должны были протереть ее тоником. И я нанесла достаточно плотненький толстый слой увлажняющего крема. И минеральную косметику мы должны наносить зашлифовывающими, заполировывающими круговыми движениями. Я набрала, вработала вот небольшое количество основы в кисть. И начинаем наносить. Наносится тональная основа тонким слоем в несколько подходов. Так, ну что, я завершила нанесение тональной основы. Это однозначно легкая степень перекрытия. То есть даже средней особо не назовешь. У меня нет каких-то ярких нюансов на лице, которые мне нужно перекрывать. Мне на каждый день такой степени перекрытия более чем хватает. И кисточка, конечно, это прям восторг. Девочки, так и хочется. Просто так посидел и возюкал бы этой мякушкой по своему лицу. На самом деле, такая приятная и классная кисточка. Далее, девочки, у нас не менее удивительный для меня продукт. Девчонки, это консилер. Консилер точно такой же у нас сухой, как, собственно говоря, и минеральная тональная основа. Я так понимаю, что консилер должен быть более плотный. Вот сейчас мы с вами это и будем выяснять. Для консилера я возьму вот такую вот кисточку. Это кирсточка от Morphe. И будем наносить на те нюансы, которые нам нужно доперекрыть. Если вдруг вам не хватает того перекрытия от тональной основы. Я нанесу под глазки. И вот здесь вот у меня есть прыщичек. Я хочу его доперекрыть. Точно так же вырабатываем в кисть. Кисточка у нас более уже мелкая. И будем пробовать наносить. Давайте под этот глазик мы нанесем кисточкой, а сюда попробуем нанести прям пальчиками. Консилер, кстати, у меня в оттенке самый, по-моему, светлый CP1. Слушайте, ну знаете, зона на самом деле синячок слегка перекрылся. И зона под вот этим глазом стала выглядеть более естественно. И самое интересное, что я не вижу на своей коже косметику. То есть я ее не вижу. И консилер я точно так же не вижу. Давайте попробуем под второй глаз наносить этот консилер пальчиками. Набирается он очень хорошо. Прям, знаете, он очень-очень-очень мелкий. И попробуем вот на примере... Ой! Он прям, знаете, он прям прилипает к коже. Возьму кисточку, попробую теперь растушевать. Смотрите, пальчиком он прям наносится еще более плотно. Поэтому если вам нужно прям такое плотное покрытие, и нужно перекрыть конкретно какие-то нюансы, то с помощью этого консилера вы сможете это сделать. Давайте добавим и под второй глазик немножечко. И, кстати, пальчиком она тоже ложится достаточно хорошо. Давайте на примере вот здесь у меня покраснение прыщик. Посмотрим, как он перекроет ли. Вы знаете, покраснение он на самом деле скрыл покраснение. Да, его слегка заметно. Но имейте в виду, девчонки, что минеральную косметику ей нужно немного время. Примерно плюс-минус на каждой коже по-разному. Ну, 20-25 минут для того, чтобы она уселась. Давайте добавим немножко консилера на нос, потому что у меня нос с куперозом. Девчонки, тон лица однозначно выровнялся. Самое главное и огромный плюс этой косметики, что я не вижу толстого слоя штукатурки на своем лице. Давайте дальше. Дальше мы будем скульптурировать мое лицо и превращать в меня из бледной в моле знойную мулатку. И у меня здесь рассыпчатый бронзер. Бронзер имеет у них разные есть финиши. Собственно говоря, как и тональные основы. Я взяла себе сатиновый в оттенке BR203. Внутри у нас точно такая же баночка, как и у консилера. И для бронзера у меня есть вот такая вот, девчонки, кисть. Я уже ей вовсю пользуюсь. И, девочки, это великолепная, очень мягкая, очень пластичная кисточка для пудры, для румян, для бронзера. В общем, это кисть номер F02. Девчонки, я в нее влюбилась. Ничего другого я сказать не могу. Да, она немножко может быть пушистая, но за счет того, что она факелообразная, ей можно нанести любое средство на ваши щечки и скулы. Открываем бронзер. И внутри у нас точно такой же, собственно говоря, порошочек. Очень приятного коричневого оттенка. Видите, что я всей этой косметикой уже активно пользуюсь. С бронзером у нас, девчонки, все то же самое. Нам надо вработать его в кисть. И наносить на наш с вами личико. За счет того, что тональная основа у нас матовая, да, у нас нет липкой поверхности, любое средство дальнейшее, да, бронзеры, скульпторы, румяна, хайлайтеры, они не будут ложиться пятнами, они не будут залипать. Здесь вы никогда себе не наставите пятен. Видите, что бронзер ложится очень деликатно, он постепенно наслаивается, вы можете добиться того результата, который хотите именно вы. Вы не будете ходить леопарды или, знаете, видите такие, очень часто вижу девчонок на улице с такими ярко выраженными полосками. Вот с такой минеральной косметикой добиться полосок достаточно сложно. Вы знаете, мне уже нравится результат. Мне кажется, что смотрится уже очень даже и приличненько. Далее мы возьмем с вами вот такую палетку. Я ее уже давно пользуюсь. Это у нас палетка трешечка. Здесь у нас большое первое зеркало, хайлайтер, румяна и бронзер. Бронзером мы уже воспользовались. Этой же кистью нанесем румяшек. Здесь очень, кстати, красивый легкий оттенок румян, такой персиково-розовый, подходящий абсолютно всем. И вы никогда не будете морфушкой с этими румяшками. Наносим немножко румян. Румяна точно так же очень хорошо ложатся, однако вы, если вы любите интенсивный румянец, они хорошо наслаиваются. То есть они хорошо, знаете, между собой сцепливаются, и вы можете наслоить до той интенсивности, которая нужна конкретно вам. Далее у нас с этой палеточки мы возьмем хайлайтер. И, кстати, когда я первый раз пользовалась этой палеткой, я думала, что хайлайтер будет, ну, знаете, деликатненькое что-то такое. Но нет, оказалось, что этот хайлайтер, он, конечно, не вырви глаз, такое прям запеченное желе, что-то такое. Но нет, здесь именно такое среднее сияние, оно достаточно интенсивное. На каждый день этого более чем достаточно. Для нанесения хайлайтера я воспользовалась кистью от Crystal Minerals F05. И эта кисточка замечательно справляется с нанесением именно хайлайтера. Она небольшой формы. Это уже натуральная кисть казана, очень мягкая, хорошо набита. За счет своей правильной формы, да, она такая факелообразная, она хорошо цепляет продукт и не наносит продукт пятном. То есть она сразу его растушевывает. Очень мягкая, приятная, классная кисть. Если искали давно качественную кисть для нанесения хайлайтера, однозначно обратите внимание, F05. Для глазок, девчонки, у нас сегодня с вами есть 4 пигмента от Crystal Minerals и 2 вот такие вот кисточки. Первая кисть E01, это кисточка для подводки, ей мы сегодня пользоваться не будем. Кстати, каждая кисточка от Crystal Minerals приходит вот в такой вот индивидуальной упаковочке. А вот вторая кисточка E05, это вот такая вот натуральная кисть ворс козы. Ей мы сегодня будем с вами наносить эти пигменты. Девчонки, для сегодняшнего тест-драйва я выбрала, мне кажется, один из самых красивых пигментов. И это у нас пигмент Водный мир P030. Для того, чтобы пигмент хорошо прилип к нашему веку, нам нужна какая-то липкая база. Я воспользуюсь кремовыми тенями от Maybelline Color Tattoo в таком вот естественном пыльно-розовом цвете. И на него мы, собственно говоря, будем приклеивать наш с вами пигмент. Второй глаз это пигмент. И это, конечно, ни с чем не сравнимое сияние на глазах. Очень красивый финиш. И ни с чем этот финиш не сравнится. Только пигмент может дать такое красивое именно переливы цветов. В общем, девочки, вот такой вот результат у нас сегодня с вами получился. Вы знаете, мне понравился этот результат. Да, нанесение сухой тональной основы, нанесение в особенности сухого консилера. Это не совсем привычно. Но по итогу результат очень даже приемлемый. И достаточно все красиво и натурально выглядит на моем лице. Мне очень понравились эти пигменты. Они очень красиво переливаются. Мне понравились румяна, бронзеры, хайлайтеры. Они не ложатся пятном. Они очень хорошо, красиво вырабатываются именно в эту тональную основу. И лежат на самом деле на лице супер естественно. Вы никогда не наставите себе с ними пятен. И отдельно, девчонки, я хочу отметить вот эти кисти от Crystal Minerals. Если вы искали для себя бюджетные, легко доступные кисти, то однозначно можете обращать внимание на Crystal Minerals. Они на самом деле очень классные. Они качественные, как ворсток и саморучка. Кисти действительно достойны вашего внимания. Вот и все, девчонки, что я хотела вам рассказать. Если была вам полезна, обязательно ставьте класс. Заходите в гости в ВКонтакте, в Инстаграме. Буду рада каждому гостю. Всем спасибо. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok